Мы говорили о том, насколько действительно исполнители и современные звезды эстрады не только могут влиять, высказывая свое мнение в песнях или же в социальных сетях. А вот российские исполнители, которые даже пусть выезжают из России, но тем не менее высказываются против действий Путина и против военного вторжения на территорию Украины. Как вы считаете, они способны переломить что-то в умах россиян и действительно открыть им глаза на то, как все обстоит на самом деле? Я не знаю. Скажу честно, я не могу вам сказать, потому что поведение россиян в последние месяцы вызывает, разумеется, огромное разочарование. Ну, слава богу, среди моих друзей и знакомых почти не нашлось тех, кто бы стал зиговать. Но, в принципе, большое количество людей вроде бы неглупых, вроде бы образованных, вроде бы творческих, тем не менее проявляют себя самым неказистым и каким-то идиотским образом. Вот только что, скажем, вчера увидел фотографии своего старинного приятеля, есть такой Саша Баширов, известный актер такого комического плана, играл еще в фильме «Асса» и многих других. Вот, очень занятный парень, талантливый такой, эксцентричный и так далее. И опаньки, поехал куда-то в эти ДНР, ЛНР, там фотографируются в военной форме. Вот, меня, конечно, поражает то, что происходят такие вещи с вроде бы нормальными людьми. Вот, так что... Баширов, он с самого начала проявлял свою такую не пророссийскую позицию, а пропутинскую позицию. Я, честно говоря, об этом ничего не слышал. Сам с ним уже давным-давно не общался. Но я хочу сказать, что это не Марат Башаров. Этот абсос мне нафиг не нужен. Я имел в виду именно Сашку Баширова, который намного старше, мой ровесник и так далее. Вот, вы посмотрите, погуглите. Он на самом деле прекрасный актер, снимался и у Соловьева, и у других хороших режиссеров. Вот, ладно, бог с ним. Так вот, я говорю, что, к сожалению, в общем, что происходит с моими соотечественниками, мне не до конца, мне не до конца понятно. То есть прорвались наружу какие-то глубинные, зверские комплексы, вот, обида, ревность, ненависть, вот эта ксенофобия. Я не знаю, что. Вот это все копилось, копилось, копилось. Я думаю, в конечном итоге это все результат того, что хреново живут люди в России. Вот, им не хочется, чтобы другие люди, будь то проклятая Америка или Украина, чтобы другие люди жили лучше. Вот, может быть, как бы изначальная подоплека этого зверства именно в этом. Не знаю, и, в общем, смогут ли песни эту психологию изменить, я сильно сомневаюсь. Думаю, что не смогут.